всем привет заключительная часть у нас про кратер нгору нгору к сожалению но в этом сезоне заключительная я думаю что будет еще потому что хочу туда еще поехать вот остался у нас шаманизм верование и вот культурное наследие массаев да собственно во что они верят чем увлекаются почитал литературу в основном это советские книжки были которые кстати многие из них были основаны в свою очередь научная советская литература которая основана в свою очередь на научных трудах европейских каких-то авторов которые успели описать устные предания у масса это письменности своей не было да но кстати сейчас кто-то скажет а вот они тупые ребята у нас тоже письменности из европы в частности из греции поэтому тут просто мы по времени растянулись а так у нас свои тоже не было вот письменности не было это девятнадцатый век там 1800 всякие 60 80-е годы в основном книжки написаны то есть этнографы путешественники немцы англичане катались по вот этому масса и лэнг это территория где масса и живут да и с ними беседовали через переводчика собирали их сказки поговорки и шутки и анекдоты истории и собственно прелигии не спрашивали я просто так интересненько он и выписывал а сейчас он буду ну так зачитать немножко чтобы примерно понимали о чем там вообще речь идет и расскажу что будет дальше сейчас на видео на видео мы закончили осмотр музея вы помните да аудвайское ущелье и джеки это научный сотрудник сотрудница пригласила нас показать что-то интересное мы поехали там что-то ехать надо было километров 5-6 приехали там уникальная в своем роде дюна она состоит из песка который магнитный там кстати очень шумно поэтому я на всякий случай еще раз расскажу да чтобы кто не расслышит там среди этих там ветреная очень погода была значит 50 или 60 лет назад от горы отделилась дюна и она кочует по саванне она не разлетается то есть она вот как отделилась так и идет куда-то в свою сторону в нужную ей да она стоит из магнитного песка то есть песок очень тяжелый металлический в основном да и песчинки магнитятся друг другу поэтому собственно она не разлетается она просто передвигается потихонечку естественно такую необычную штуку заприметили сразу же местные жители и начали подносить ей дары это произошло в принципе в любой стране вообще вот ну так называемое место силы да то есть они приносят какие-то подарки монетки кладут там еду какую-то травки цветочки и соответственно о чем-то просит о чем масса и просит когда молится сейчас тоже как раз скажу тоже довольно любопытно в этот день я вернулся уже в отель когда вы дюну посмотрели и потом на следующий день когда мы уже ехали обратно мы выехали из кратера и получается вот склон поехали по склону дает и тут на склоне пока еще живут масса и мы сейчас расселяет очень активно потому что ну а вдруг они охотятся и плюс корову съедает слишком много травы и не хватает антилопам возможно хотя мы сами видели обратное что там дофига травы и нетронутые да но тем не менее сейчас программа селения идет и вот там на склоне живет шаман я очень много про него слышал самого начала он считается там лидер большой группы союза племен да и прям все такие он такой шаман вообще огонь тебе взять так ему поехать вот собственно я поехал вам покажется что там запись как-то идет отрывками кусками действительно так есть потому что я же не могу просто приехать и у него что-то расспросить я естественно хочу попробовать действует это не действует да то есть эксперимент я провожу я уже об этом рассказывал такой этнографический антропологический я конечно же ему там надавал всяких заданий он меня шаманил поэтому там где я с ним разговаривал о чем-то личном или о бизнесе и там про друзей я это все не стал записывать но уж извините и я что хочу сказать что это один из самых древних видов гадания вообще если вы помните какие-то даже шумерские легенды а шумер это первая цивилизация в мире да египетские легенды где оракул гадал разбрасывая камешки кости и какие-то зернышки да вот собственно это оно есть то есть этому гаданию ну скорее всего я думаю или методу предсказания или методу вражду и волшебства ему скорее всего десятки а то возможные сотни тысяч лет возможно он вообще из откуда-то там найти еще когда мы не совсем были людьми то есть не от homo sapiens sapiens а еще раньше появился я очень много об этом читала всегда хотел увидеть и понять как вообще происходит ну вот собственно гадание на гостях да вот посмотрел вы сейчас тоже посмотрите так ну там принципе все понятно дальше по моим комментариям послушайте да давайте я немножко вам расскажу про верование и мифы массаев естественно это нормально когда большое количество племен то есть получается народов у них одна племен много да они живут на огромной территории и мифы и религии они искажаются да приобретают разные подробности или разные детали в разных регионах так должно быть совершенно нормально более того вы сейчас увидите пересечения что у нас вроде тоже такие сказки есть такие герои почему так но самые грамотные опыты опытные антропологи и этнографы рассказывают что по сути все сказки которые мы с вами знаем и сейчас вы сейчас примеры будут да они заплатят то есть люди то жили в африке намного дольше чем вне африки поэтому все сказки и легенды и вообще все было придумано там и потом когда они вышли они только чуть-чуть изменялись везде ну сценарий в принципе как бы набор сценариев один и тот же но получается что это правда я не думаю что могли белые приехать рассказать свои кит старинные сказки у массаев прямо-то корни пустила по всей их стране до разошлось нет в обратное я верю что это вышло и завтраки вместе с людьми так вот почитал пословицы поговорки и они совершенно идентичные с нашими помните когда там когда-то пропаганда у нас да или что русские пословицы поговорки самые мудрые в мире ребята они везде одинаковые у меня были истории когда я в таиланде начинаю говорить а вот у нас в россии говорят вот так то и начиная говорить они продолжают были сбал мне история когда в лаосе мне рассказали анекдот в лаосе да то есть даже не в таиланде я полетел в питер и говорю а мне вот в лаосе недавно не будет рассказать начинаю рассказывать а мой товарищ его продолжает то есть как бы эта культура она идентична совершенно так вот чтобы убедились в том что действительно все идентичное у массаев есть поговорка например такая как без дыма огня не бывает или без ну дословно у них приводится без дыма нет огня смысл тот же самый и я с удивлением когда вот тайский выучил настолько хорошо что стал понимать поговорки я с удивлением понял что да действительно анекдоты и пословицы поговорки у нас совершенно одинаковые или бывает что они искажены под местность например у нас говорят что из пушки по воробьям стрелять да ну типа что-то делать бесполезное а мне говорят на слоне гоняться за кузнечиком а за сверчком но смысл тот же самый далее у них в сказках очень часто негативный герой или там исчадие значит зла негатива и вообще всего плохого это знаете кто это огромный ящер с тремя головами узнаете да наш мигоры здесь на его главный герой там постоянно побеждает жив был там значит этот злой это чудище да вот вот его звали не на унира не на унира и сжирал все вокруг пришли два брата один забоялся другой его грохнул и потом тоже на сказках есть когда помните живот кому-то спаривают волку да и оттуда все живые вышли вот тоже самое спароль этому не на униру живот оттуда все живые вышли и естественно как у массаев принято у змея горыныча были огромные стада скота они все скотину эти братья забрали себе и вернулись домой очень богатыми все вам знакомо так них изначально мифы и легенды были одни потом когда пришли белые они услышали библейские сказания до них немножко естественно изменились мешали перепели поэтому у них считается что изначально не было мифа о сотворении мира потом когда они библию послушать и кио прикольно над свою сочинить и вот у них тоже появилась как раз главный герой очень раз убил очередного змея горыныча у которого было уже не 3 а 9 голов но кстати у нашего то змей горыныч тоже не всегда было три да было и побольше и его кровь когда разливать все появилось значит земля росилась кровью я все начало расти вот собственно такая ситуация дальше у массаев присутствует а когда мы говорим присутствуют это значит что это вот было буквально там сто лет назад сейчас конечно они больше склоняются к христианству но как вы увидите на видео дальше шаманизм есть просто он смешивается там он читает сначала католическую молитву потом шаманские свои заклинания и ну по библии как бы вообще по исламу это категорически запрещено совсем но он считает что так как он прочитал сначала католическую молитву потом заклинание то все нормально можно вот поэтому мы говорим про язычество еще которое до влияния христианства так нужно говорится так вот присутствует вера в духов предков умнейшие предки вселяются в змей такая змея живет под домом и он докормить молоком вот тоже момент я помню когда был совсем мелким бабушки с дедушкой мне соседние бабульки вот я не могу дословно вспомнить мне рассказывали про каких-то змей которые то ли у коров молоко воруют то ли как-то его с вымени высасывают то ли им нужно ставить молочко чтобы они кого-то не трогали я вот не могу вспомнить если вам ваши бабушки что-то так вы рассказывали про бабушки напишите пожалуйста комментариях мне очень интересно вот и вот эти вот предки в виде змей живут где-то под домом или около дома их надо кормить молоком и когда раньше захватывали дом враги и сильно боялись поэтому стараясь этих змей убить первыми а владельцы наоборот это змею не трогали считалось это вот какой-то прадедушка живет это не что иное как поклонение духом умерших то есть они бывают в разных проявлениях вот у масаев они в змеях так дальше не так давно присутствовал культ и я уверен что в отдаленных каких-то стойбищах он и сейчас присутствует надо будет поехать найти значит поклоняются дереву которое дает густую тень называется она аре-ре-ре-то аре-ре-ре-то ему приносит в жертв в коз дает ему цветочки и какие-то травки которые считаются целебными лечебными и хорошими если это дерево упадет вдруг считается что вот если оно упало например в ту сторону до стойбище которое там стоит вот это бома и деревня круглая там будет какое-то несчастье обязательно вот у них есть легенда мне понравилось поэтому я выписал там конечно много легенд значит сейчас поймете почему понравилась одна женщина поставил под дерево много еды много даров всяких да и вернувшись домой видела что ее дом полон детей она сильно обрадовалась представляете в современной жизни да сейчас то есть у масаев так и будет если там он пришел домой там плюс 30 детей зашибись потому что можно ну естественно стадо который дети пасут а но мы может быть намного больше много детей много коров много денег круто да вот много коров соответственно еще больше жены тебя ты набрал обменный коров соответственно еще больше детей представляете да сейчас вы с работы приходите у вас полный дом детей или полная квартира многих это пугает вот тут ведь все наоборот то есть дети это богатство сразу автоматически так а также вы культуре присутствуют легенды это везде по всему миру и получать все это вышло из африки о браках с тотемными животными когда у нас были там племена и не только у нас во всем мире да племена куницы племена медведей племена оленей и там обязательно у них была легенда что кто-то или мужик или тетя вступил в отношения там с куницы с оленем с медведем и вот они все их предки вот эти вот получается полукровки то вот мазай все то же самое есть разные племена себе себя осуществляют к разным тотемным полукровкам ну вот например получается что племя которое обитает в регионе где я искал рубины и там помните я в школу отвозил воду они себя относят к полу людям полузмеям то есть у них где-то очень очень давно среди их предков кто-то вступал в отношения с каким-то змеем вот кстати эти теории заговора да рептилоиды и все такое кстати я спрашивал у людей которые занимаются этой наукой почему именно змеи ну вот смотрите потому что скорее всего основная версия что змея убивает как-то непонятно значило волшебным то есть тигр тебя разорвал там лев тебя разорвал слон тебя растоптал видно да что повреждение вот почему человек умер а змея оставлять такие маленькие две дырочки которые может и не увидишь сразу а чек бухой ну она какая-то волшебная собственно поэтому их боялись так и уважали так братья с татерными животными рассказал а вот прикольно еще так сейчас про пещеры где-то было вот про пещеры пещера по меркам масаев это вход подземный мир если прийти туда и сидеть тихо и долго можно можно услышать как говорят жители подземного мира и как мучить их скот потому что если ну то есть понимаете психологии пастухов да и как вообще людей эпохи неолита которые занимаются скотоводством да психологии скотоводов что но если есть люди у них по-любому есть скотина но по-другому может быть но собственно пещера это вход подземный мир и там под землей живут люди конечно же они пасут тоже скот вот все логично совершенно и на небе тоже вот люди вот звезды это что такое почему не перемещаются это естественно люди пасут скот то есть тут все люди пасут скота крупные созвездия это озера из которых скот пьет звезд звезды южного креста и там еще нескольких созвездий я не не стал выписывать это пастухи вот насколько знаю южный крест он не особо перемещать сильно по небу ночью да поэтому получается южный крест стоит на месте то есть пастухи а скот вокруг шарится вот млечный путь это пролитое молоко коровы был какой-то набег значит одни охотники и скотоводы у других украли коров и вот одна по дороге разлила молоко каким-то образом тоже я считаю прикольно да психология скотоводов так небо и земля солнце и луна день и ночь это все супруги интересно что солнце и луна они когда-то очень сильно подрались поэтому луна вся в шрамах а у солнца вообще влюбит один глаз и разорван рот поэтому настолько ярко светится она он до этого мужик он настолько ярко светится что чтобы никто не видел его уродство и увечий тоже прикольно венера по мнению массаев это две отдельных звезды и утром получается оба вечером другая да то есть они не считают что это одна и та же звезда вот они к ней относится с уважением и то же самое просит у нее то же самое что просто своих богов вот что масса и просят у богов это очень важно и интересно у всех одинаково причем у той дюны то же самое они просили которые от магнитная да значит первое просят об успешном набеге потому что мужчины всех племен регулярно ходили не убивать а над бой сбить мужчин другого племени забрать у них жен детей и скотину да ну хотя бы скотину забрать помните дедушка который щиты помогал делать вот он еще принимал участие в таких набегах то есть дедушка такой сухопутный пират так вот об успешном набеге второе очень важное которое присутствует во всех молитвах даже ранние христианские молитвы там прямо эти тексты фиксируются они просто взяли их изменили ну а почему нет значит молились просили о том чтобы со скотины которую угнали мужчины будучи в набеге исчезли клеймы замечательные считаю клеймо да это вот я для тети объясняю да вы видели когда раскаляют железку пленой формы и так и остается след навсегда на корове чтобы клеймо исчезло те очухаются выздоровеют придут скажут вы угнали наших коров те такие а посмотрите где клемма нет все коровы не ваши и естественно просят о множестве детей все постоянно и до сих пор господа иисуса просят чтоб как можно больше детей пришел одно дом полный ломится детей так у них был первый человек его звали и ее вот какой-то китайское имя у него ну похоже да он владел секретом бессмертия но его и здесь на потерял это кстати тоже легенда она из африки почти у всех народов она есть что раньше можно было делать так чтобы люди были бессмертные но потом какой-то дурачок пролюбил это все из-за жадности или глупости но этот вот как люди когда начали умирать нужно было сказать заклинание что-то типа луна умри а этот заново воскресни и они тут же чпок и воскресали обратно а потом умер какой-то ребенок в другой семье он не сказал этого и все пропустил этот момент и больше этим заклинание пользоваться типа нельзя устратилась так дальше неизвестно верили масса и загробную жизнь получается в подземелье до вход через пещеру там тоже люди но то есть это не умершие скорее всего люди вот неизвестно верили масса и загробную жизнь до прихода христиан или христианство это понятно мертвых выносили в саванну и оставляли там их сидали хищники стандартная совершенно тема да сейчас у массаев есть уже кладбище они установлены церкви или вокруг церкви естественно католические все как положено я несколько раз хотел поснимать что-то каждый раз не снимал я их видел сами глазами то есть они есть а вот но вот почему ученые в сомнениях пребывали что рядом с мертвыми клали обязательно одежду и запасную одежду ну получается что значит верили что куда-то они исчезали а куда непонятно видите сложно когда нет письменных источников но вот они рассказывали там где-то с кем-то поговорили с старейшинами кто что рассказал но все сказали а мы не знаем вот и все то есть данных таких нету а есть одежду плали значит куда-то по их мнению эти мертвые попадали как-то использовали но как да и зачем непонятно дальше у них было много богов причем от племени к племени и количество меняется и не могут там было два с разными функциями раз они слились в одного потом дальше там поедешь поешь они опять два разных да ну вот общепринятое среднее такое количество да значит был черный очень хороший вот белый просто хороший интересно в чем разница между очень хорошим и просто хорошим голубой был и хороший плохой сами понимаете почему да ну вот а красный был злой ну там есть предположение что там типа голубой это небо красное это солнце но это не точно то есть они не могут объяснить происхождение своих богов ну как и мы собственно утратили то есть мы знаем что нас вроде бы там перун там велес рот а чё откуда кто кого родил мы не в курсе да вот богов называли словом нгай ну допустим нгай красный нгай черный да то есть нгай и по цветам сначала решили что на языке массаев это обозначает собственно бог но потом обратили внимание что когда массаи видели что-то странное например телеграф лампочку они тоже эту штуку называли нгай получается что потом уже когда стали переводить слова и создавать да оказалось что это обозначает неведомый то есть они богов называли неведомый черный неведомый красный неведомый белый и т.д. и т.п. вот так далее удары грома когда да это красный бог хочет сойти с небес уничтожить людей потому что люди расслабились от того что дожди ну слишком часто типа нефиг расслабляться надо всех грохнуть а потом заново заселить что были такие не расслабленные напряженные а вот но когда раскаты приходят издали ну леха я уж не знаю что имеется ввиду это черный бог который добрый да напоминаю не дает ему спуститься вниз и уничтожить людей он просит их оставить в покое и в девятнадцатом веке появился миф но не у всех племен видимо только у тех кто находился поближе к цивилизации что боги перессорились между собой придрались и остался в живых только белый его связывают с приходом белого человека но это не доказано и не точно вот вот собственно это немножко по религии массаев то есть прям вот классическое настоящее язычество со всеми сказками и преданиями и как и должно быть в каждом племени там каждой долине в какой-то поверье отличаются друг от друга да то есть это совершенно нормально например там германских племен или славянских племен было все то же самое письменности нету пока рассказал этот тому этот тому 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 испорченный телефон все уже исказилось потом эти тут своих коров пасут у них своя вода свои коровы те там долго не общались то же самое языки разделились немножко и естественно мифы разделились вот ну вот вроде все про религию да понятно что сейчас они официально показательно как бы если их спрашивать сначала они все католики но если с ними поговорить по расспросить подробнее оказывается что они регулярно совершают какие-то языческие ритуалы мы тоже этим занимаемся но мы смысле русские которые типа православные верующие вы знаете да что такие праздники как вербное воскресенье красная горка пасха и многие многие другие новый год когда мы дерево поклоняемся да это все язычество и собственно это никто не скрывает но то же самое то есть наши наши славянские праздники не только славянские они плавно вписались в православие собственно тоже самое произошло у них то есть они очень часто проводя какие-то обряды допустим оставляя на той вот дюне какие-то дары они должны понимать что это грех они совершают с точки зрения католичества христианства да и что они совершают какой-то языческий обряд они просто делают то что делали там бабушки дедушки прадедушки они не знают что плохо оказывается так ну все наверно смотрите если про вот эту историю со змеями молочком кто-то что-то знает напишите пожалуйста мне действительно интересно пока мы приехали в место про которое рассказывал джеки эта гора называется садима просто спросил на всякий случай тут вокруг у нас все еще саванна до горизонта и горизонта куча животных но мы сейчас не об этом вот у нас отметка 2010 это 2010 год и вот мы туда идем видите там холмик это местная такая достопримечательность движущийся песок то есть он перемещается и они отметки ставят в каком году он где был такая дюнка небольшая вообще довольно интересно потому что дюны обычно перемещаются в пустыне а тут у нас никакой пустыни нету просто есть одна дюна бродячая одинокая Каждый год она перемещается на 17-20 метров. Скорость зависит от ветра, но вот в чем прикол, что дюну не разносит, а она просто вот как бы вся целиком перемещается и вот мы сейчас идем, здесь песка не остается, сейчас подойдем поближе посмотрим. Так, тут у нас отметка 20-15. Как сказать, что это название? Олдонио Ленгай. Олдонио. Олдонио. Олдонио Ленгай. Это масайское название. Масай верит, что в этой горе живет некое божество или дух. Так, это 2017 у нас. Вот. И они даже подносят какие-то подношения этому духу. Вот у нас. Она говорит, что это современная кость. Это не для силы, да? Не окаменелость. Вот. И масай поклоняется этой горе. И вот коллеги Джеки привели научное исследование, взяли на анализ песочек отсюда. Оказалось, что эта дюна приползла с той горы сюда. Да? Вопрос, почему песок не разлетается по всей саванне и эта дюна не исчезла. Так, эта дюна очень старая? Да, она очень старая. Но это местные люди. Они используются для заслуживания. Но они используются для зарплаты. Для этой дюны тоже? Да. Потому что они верят, что это результат от Монтана Бога. Ага. Ага. Местные жители поклоняются этой дюне. Приносят ей тоже дары. Потому что они верят, что это часть той горы священной. Так вот, смотрите, мы идем. Здесь никакого песка нету. Он весь ушел полностью. Он не разлетелся. Почему? Потому что песок магнитный. Он магнитится и песчинки примагничивают друг друга. И не разлетаются. А, вот тут монетки лежат. Есть. 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 Остатки с Карабея. Есть. Я немножко разбираюсь в языческих традициях. И я тоже сейчас оставлю тут подарочек и попрошу чего-нибудь у духа. Ага. Эту дюну открыли в 1969 году. Его до сих пор ведут наблюдения. А вон я вижу жирафы. У меня очень сильно отсвечивает телефон. А если тут жирафы. А, вон они. Да, очень прикольная горка. Сейчас мы тут немножко по шамане им что-нибудь попросим у местного духа. Видите? Да. Вот она перемещается постоянно. Люди прыгают здесь. Так? Да. Это для спирита? Нет, только студенты. А, только студенты. Ага. Она говорит, что всякие неверующие студенты туда прыгают. Но мы, конечно, такого делать не будем. В Таиланде у нас духи такого не любят. Так, я тоже оставил тут подарочек. Просто хочу показать вот песок. Вот он такой странный. И он очень тяжелый. То есть это какая-то магнитная порода. Ну вот интересно. Я ни в одну передачу про это не смотрел. Вообще не знал никогда об этом, что есть такая дюма. Мы в гостях у местного шамана травного лекаря. Мы с ним уже долго беседуем. Он рассказал историю своей семьи. Сейчас мы посмотрим, сначала всякие травки лекарственные. Масай лечится травами до сих пор, по сей день. Они не любят ходить в больницу. У них нет документов, нет паспортов. Посмотрим травки, пойдем потом погуляем по деревне. Я вам расскажу про его историю. Может быть лучше если вы посетите здесь. Если здесь стоит, то конец, то вы композиции с собирать глаз, но посмотрите здесь. У меня есть деньги. У меня есть маленький деньги? Я думаю, что в моем машине. У меня есть деньги? У меня есть деньги, но это нет. У меня есть маленький деньги? он сказал что когда эту штуку открывает нужно монетку ну как у нас когда нож дарят монетку нужно обязательно сейчас поищем это уже интересно да дайм так сейчас давай перевод потом я расскажу вам пока мы нагадали что я занимаю большую позицию могу быть большим великим лидером но это я и так гадаем дальше так нагадали что у меня уже есть деньги но чтобы стать очень богатым не нужно продолжать также много тяжело работать мало отдыхать и мне нужно браться за любой бизнес который приходит ко мне и он у меня будет всегда успешным вот такое мы пока нагадали на данный момент то что мы сейчас здесь наблюдаем это один из самых самых древних в мире видов гаданий и магии вообще в принципе на костях на камнях там у него зубы кости камни семечки всякое такое сейчас мы закончим я вам расскажу подробнее про него про его семью про деревню очень много интересного всего окей так это у нас наговоренные травки на удачу успеха богатства сейчас лизнем но это кстати было привкусом солодки мне кажется спросил чем он больше всего занимается он сказал всем подряд беременность привороты отворота и болезни деньги и семейные проблемы ссоры и вообще все в принципе как и все шаманы у которых я был я везде когда еду я всегда бываю шаманов и почему-то самые такие но интересные шаманы они почему-то всегда живут возле вулканов я вот не знаю почему так но такая ситуация получается спросил кто не поверил данью они сказали что они все католики но масса и очень хорошо смешивают язычество и христианство и он сказал что перед тем как совершать какие-то магические привороты обряды он всегда читает христианскую молитву поэтому все хорошо проблем никаких нету но видимо библию не читал потому что библия любую магию запрещает ясное дело в общем знал я про шамана приехал тут где-то 5-6 деревень рядом стоят ну вот еще вот еще значит история такая много лет назад они не знают сколько и тут кстати для козлят и для новорожденных этих телят загородка вот они знают сколько потому что тогда они были неграмотные считать не умели папа этого шамана приехал сюда из самого кратера потому что лидеры селяли я вам скажу это где-то 75 год или раньше вот значит он здесь он приехал сюда с двумя женами с несколькими детьми и пригнал сюда коров вот значит и здесь он стал заниматься скотоводством как и везде они занимаются и со временем у него стало 5000 коров и 30 жен и отгадайте сколько детей правильно 300 детей примерно он будет плюс-минус там 300 детей вот вот это все что сейчас деревне вокруг здесь их штук 5 наверное может 7 это все одна семья дедуля этот помер сейчас у них больше десяти тысяч коров они самые богатые здесь в округе возьмите калькулятор посчитайте одна корова в среднем стоит 1000 долларов умножьте на 10 тысяч вот и поймете по нашим меркам они действительно богат или нет спросили сколько сейчас их здесь вообще в этих деревнях всего до в этой семье они сказали что воинов 600 примерно а детей женщин никто не считал вообще хрен знает сколько их коз тоже никто не считает вот то есть как бы вот такая ситуация такая небольшая семья он говорит что они не самые богатые что есть масса и побогаче есть семью массаев побогаче вот чем этим еще мне рассказали что только для этой семьи только для этой семьи государство построил отдельную школу у вон там то тоже и дома вот то есть офига себе такая семейка да не хилая 600 воинов остальных не считано